ну здравствуй здравствуй это вторая часть айсберга по gta 4 мы начинаем предыдущую часть можно посмотреть по подсказке выше поехали все мы не идеальны поэтому давайте разберем недочеты предыдущей части во первых многие комментариях писали по поводу этого пункта 69 долларовая купюра из gta san andreas если честно точно не знаю зачем автор айсберга добавил сюда этот пункт ибо как неизвестно сейчас и подобная купюра лишь gta 5 на самом деле я не нашел в интернете фотографии которые доказывали что 3d действительно есть эта бумажка так вот оказалось что бумажка в 69 долларов действительно есть в игре и найти ее можно в comrades bar на hoff beach если задержаться в нем после косцены в миссии uncle влад во-вторых хотелось бы сказать про пункт с байками из the lost and damned в дополнение the lost and damned в центре которой история байкера джоник лебедцев разработчики добавили 8 новых мотоциклов в общем-то это все разработчики хотели добавить больше новых мотоциклов в игру но почему-то этого не сделали также у rockstar были планы добавить в игру велосипеды однако как мы все знаем финальной версии их нет мало всего сказанного велосипед еще и должен был фигурировать в одной из миссии дополнения чему свидетельствуют следующие строки об этих деталях мне рассказал мой зритель егорик за что ему несомненно огромнейшее спасибо кроме того он по совместительству и является составителем айсберга на реддите вот уж удача и так ли также благодаря нему был дополнен сценарий и к этой части в описании вы сможете найти все ссылки на него а теперь предлагаю вам спуститься еще ниже уровень 4 бета-банда я уже показывал вам бета-модель терри однако не он один изменился во время разработки сама банда пропащих из the lost and damned тоже несла значительные изменения вот кстати еще одно доказательство что джим когда-то был далеко не смуглым парнем в дополнение должен был появиться бойцовский клуб целая система боев без правил которая однако пристала перед игроками только в следующем дополнение балладе одея тони диски из gta san andres по мере продвижения сюжета ника приходится переехать в другую квартиру где на кухонном столе можно увидеть диски с альбомом известного из gta san andres рэпера оуджи лока ратман ратман это миф из gta 4 вообще есть две теории первое ратман это крыса люд высокая получеловек полукрыса существо которое нападает на игрока второе что это бродяга который может очень быстро бегать и предпочитает оставаться вне поля зрения оба типа сообщают об одних и тех же действиях убегают в туннель или на ближайшую станцию и иногда кричат игроку про крыса человека вообще все началось с того что в интернет попала фотография на которой была изображена крыса гуманоид с туловищем взрослого мужчины некоторые люди считают что фотография поддельная и отфотошоплена или то что она слишком размыто чтобы понять что это вообще такое существует множество доказательств того что ратман существует если игрок подойдет к входу станции метро истон и спустится вниз на полу будет странная оранжевая жидкость которая предположительно является кровью на самом деле несколько таких маленьких оранжевых луч жидкости можно найти в разных местах подземной системе метро на крыше заброшенной больницы также можно найти еще больше этой крови крысолова некоторые говорят что это старая засохшая кровь жертв больницы умерших в этом конкретном месте другие считают что кровь крысолова это пятна моторного масла потому что на крыше больницы есть канистры с моторным маслом в dlc если игрок смотрит телевизор выпуске новостей вы изл news будет сказано что мэр собирается затопить метро из-за нашествия крыс также если игрок использует компьютер и зайдет на креплист в раздел вакансий там будет объявление лабораторные крысы говорят что ратман появляется когда игроки меньше всего этого ожидают и он быстрее чем energy 900 по некоторым данным он также может исчезнуть когда захочет кроме того где-то в liberty city есть граффити на стене с изображением человека с крысиной головой из-за популярности этого мифа было предпринято множество попыток найти педа ратман во внутриигровых файлах поиски оказались тщетными но возможно что в коде игры все еще что-то скрыто ратман и по сей день остается одним из самых популярных и неуловимых мифов gta 4 еще одна вещь которая может быть с ним связано это тот факт что gta 4 когда-то существовал файл проводника поезда при просмотре файлов игры его можно найти кроме того можно найти звуки рации в которой проводник говорит что он только что видел крысу размером спидболе в метро другим объяснением может быть то что во внутриигровом комедийном клубе один из комиков упоминает бродягу который пронесся мимо них на огромной скорости что может быть ссылкой на скорость ратмана и его внешний вид вы хотели скипнуть самую важную часть ролика и мы решили вот список зрителей которые расщедрились закинуть мне шейкелей а если ты хочешь оказаться в нем то переходи на донейшн альерс по ссылке в описании спасибо редкие нпс скорее всего даже если вы проходили gta 4 несколько раз то все равно не знали о их существовании иногда да и чаще всего только в определенных районах игрок может повстречать пешеходов которые заметно отличаются от остальных в частности к такому типу нпс можно отнести почтальона и электрика бета ассалт smg легкий компактный и точный этот пулемет идеально подходит для городских боев именно так это оружие описано на сайте дополнения the ballot of gaytoni салт smg создан по образцу fnp90 и классифицируется как оружие индивидуальной защиты в балладе gaytoni в отличие от других smg штурмовой smg не предназначен для использования водителем транспортного средства так считается слишком большим хотя стрельба из него во время движения все же возможно с помощью глюка я думаю что именно этот глич и является основой теории что раньше в бета-версии игры у нас была возможность стрелять с его помощью из автомобиля мать ника белика на самом деле все что известно из игры про мать ника это то что ее зовут милица белич одет женика будучи жестоким алкоголиком мог ее избивать в игре ее нет однако в ходе сюжета gta 4 на электронный почтовый ящик ника приходит несколько писем своих письмах она упоминает что чувствует вину за то что ника был испорчен той средой который он вырос иногда она обращается к сыну по-сербски что переводится как надеюсь у тебя все хорошо и ты счастлив в америке джонни в gta 5 самой первой миссии за тревора под названием мистер филлипс происходит появление давно знакомого нам персонажа джонни узнал что тревор занимался сексом с его подругой эшли и пришел в ярость поэтому он решил заявиться к тревору в трейлер и расставить все точки над и тревор не обратил на него внимание и спокойно начал уходить однако джонни не смог проигнорировать поведение тревора и оскорбил его услышав это тревор понял что настало время начать уничтожение банды и разограв сцену жалости он без труда бросил клебица на землю бросил ему в голову бутылку и пробил ногой череп в результате чего наступила мгновенная смерть кстати посмотреть на это зрелище целиком то еще и с кучей своих уёщков и описанием сюжета можно вот в этом видео дерзайте диск gta вайссити в квартире берни что является давним знакомым ника белика на полке можно обнаружить оставленную разработчиками пасхалку диск с их прошлой игрой gta вайссити вообще помимо этого диска бэрни объединяет свой сити и еще одна деталь в комплит версии gta 4 он отдает предпочтение трем радиостанция одна из которых вайссити fm добавлю еще от себя про присутствие духа вайссити в интерьере камрадз бара на хоу в бич где висят открытки с изображениями этого города влад это владимир владимир глебов более известный по кличке влад это персонаж серии gta появляющийся в качестве первого антагониста в первой половине сюжетной линии и которого ник убивая если залезть в базу полиции liberty city то можно узнать что влад это кличка этого персонажа а его реальное имя владимир девочки луиса благодаря своей роли вышибала в ночном клубе луис имеет возможность общаться и даже заниматься случайным сексом со знаменитыми красивыми женщинами основная задача и метод закладывания отношений это хорошо выполнены танец представительницы слабого пола закончив танец девушка пригласить луиса пройти с ней в женскую уборную там и произойдет рандомный кекис бета-парашют как ни странно gta 4 в отличие от своей предшественницы сан-андрес парашютов не возымела однако уже в дополнение дебеллота в гейтоне они вновь появляются по всей карте а также сюжетной миссии high-dive единственное отличие релиза от беты в том чтобы эта версия парашюта в балладе о гейтоне была полностью желтой они желтой синий и белый как сейчас китти 0706 китти 0706 это блогер который создавал машине мы ориентированные на видеоигры и наиболее известные из них созданы внутри игры гаррис мод нико белик частенько мелькал в них в роли второстепенного персонажа а также был полноценным героем одной из машин им под названием gmod brawl нико весис ремен уровень 5 драг дилеры в gta 4 доминиканские наркоторговцы с нордвуда это доминиканский наркокартель действующий в liberty city олдерни представлены в gta 4 и и эпизодах на этапе создания gta 4 и the lost and damned разработчиками не рассматривалась создание доминиканского наркокартеля как полноценной банды и поэтому они встречаются в gta 4 и первом дополнение в основном по одиночке и все что делают это продают наркотики прохожим однако банды доминиканцев можно увидеть в балла то в гейтоне как и дилеры доминиканские бандиты встречаются не только в нордвуде но и в других районах liberty city и олдерни пистолет калибра 9 миллиметров с глушителем пистолет с глушителем это оружие доступная только в gta сан-андрес планировалось что он появится в gta 4 но в конце концов его убрали пистолет с глушителем должен был появиться в игре но был отменен до выхода игры судя по дизайну он несколько отличается от пистолета а согласно текстуре с вот этим названием он должен был быть основан на берета м92 f референс которого появлялся в гитая city stories и серии макс пейн нпс ходят со значком мэнхант по поводу этого пункта у меня есть две догадки я озвучу их в gta 4 есть отсылка на мэнхант которая как вы знаете тоже была выпущена рокстер найдя любую полицейскую машину можно получить доступ к полицейскому бортовому компьютеру перейдя в просмотр особо опасных преступников может начать миссии по их поимке выполнив 30 таких заданий убив каждого из преступников игрок получит достижение манхант свою жестокость и хладнокровность также мне удалось найти информацию на жилетах некоторых байкеров можно обнаружить нашивку смайлик данная рожица как раз таки и была взята с игры манхант где в подобных масках ходила одна из группировок джилл бёртрэм в игре есть упоминание о некой джилл игроки раскопали что скорее всего это сделала джилиан бёртрэм что работала художником в компании rockstar north 2004 по 2009 год бёртрэм была указана как один из художников создававших лас-вентурас в игре gta san andres а также как художник по реквизиту gta 4 и дополнениях брикейт брикейт это бронированный грузовик который появился в gta онлайн в одном из обновлений он также должен был появиться в dlc баллада гейтони в качестве компактного бронированного фургона но не был добавлен также примечательно что в двух играх этот грузовик производится разными компаниями дбл это в гейтоне его производит компания hvi а в gta онлайн его производит mtl встреча с нико во время сюжета дополнения the lost and damned у джонни будет возможность несколько раз повстречать героя оригинальной игры например во время миссии кроссовера collectors item события которые одновременно показаны как в двух дополнениях так и в обычной четверки лола дель рио лола дель рио это проститутка изображенная на промо арте игры gta 4 на всех промо иллюстрациях с ней у нее месяц 6 пальцев на правой руке но это является всего лишь ошибкой художника работник михаила фаусте забавное сходство игрок может обнаружить в одной из миссии игры во время кассцены в кадре появляется один из работников криминального авторитета который своей внешностью и костюмом уж очень напоминает агента 47 из игры hitman маленькая коробка как вы знаете камеру прикрепленную персонажа в игрок это начиная с сан-андрес можно вертеть по оси одно из таких назовем это кручение случайный игрок обнаружил что в голове у одного из сюжетных персонажей есть небольшой объект напоминающий своим видом коробочку этот персонаж патрик макрири по кличке паки основной персонаж и друг в gta 4 уровень 6 луис и недвижимость джонни в дополнении дебелла то в гейтоне у игрока есть возможность попасть в clubhouse мото клуба пропадщик при помощи чит-кода на спаун мотоцикла аккума и последующего глича персонаж сможет спокойно перемещаться по помещению а также ему для использования будет доступен компьютер и аркадный автомат существует и глич на попадание игрока в убежище брайана джереми которая когда-то штурмовал клебец нужно всего лишь подогнать грузовик к окну дома и спокойно залезть в него интересный баг был замечен игроками в оригинальной четверки в элитном доме волгонквине который открывается игроку после миссии есть небольшой подъезд с лестницей в четыре ступени если заставить нико бежать и прыгнуть на них то игрок окажется буквально у потолка парадный на улицах liberty city можно встретить разных людей один из них это бомж футболки с надписью son andres как ни странно увидеть его можно и на внутриигровом телевидении шоу аймри колоброн колоброн это старое название вот этого скутера из игры обнаружить данный факт удалось благодаря тому что название колоброн является частью названия текстуры для света и деталей фагио алекс торнтон алекс тортон это второстепенный персонаж дополнения баллады о гейтоне он никогда не появляется в игре но документ удостоверяющий его личность можно найти файлах игры этот документ показывает что он является агентом точнее директором центрального разведывательного управления его досье упоминается алгонский район liberty city скорее всего это место где он живет или работает в досье также упоминается беркли хаос что вероятно является названием места его проживания детская коляска как вы знаете в gta никогда не было детей но тем не менее разработчики все равно решили добавить брошенную детскую коляску на просторы liberty city отыскать ее можно впичивать сити на пляже попала на вайсберг благодаря тому что существует миф мол в ранней версии игры при выстреле по коляске из нее доносился детский плач из-за чего коляску нарекли призрачной как бы то ни было но в текущем билде ничего подобного вы не найдете и и f2 by ff тяжелый промышленный грузовик который появляется в серии с четвертой части и существует в нескольких вариантах но в дополнение the lost and damned оригинальный вариант грузовика файлах игры значащийся как бифту был вырезан из конечной версии кармен артиз кармен артиз персонаж с которым можно встречаться в gta 4 она также является второстепенным персонажем в дополнение the lost and damned и упоминается в the ballot of gay tony нико может найти кармен на сайте love me где она пользуется никнеймом собаху что на сленге означает шлюха избохана она работает медсестрой но часто говорит о своих амбициях стать телеведущей она живет в квартире на вельдес авеню фортсайде но кажется что она там не особо-то и счастлива так как периодически просит ника купите квартиру вал гонквене однако наш ника постоянно отказывается в ее профиле в базе данных lspd также указано что она является нимфоманкой уровень 7 macbrothers это ник одного из разработчиков игры как пишет автор айсберга пасхалка с ним находится в здании кабаре перестройка также на просторах интернета мне удалось узнать что на кухне квартиры в элдерне можно найти пасхалку в ящике для посуды если хорошо присмотреться то там можно обнаружить ник того же самого разработчика а еще мне удалось нарыть более конкретную информацию о роде деятельности этого человека он является игровым дизайнером а еще он вроде как даже напрямую не связан с рокстер единственный общий момент в том что macbrothers из британии где есть офис рокстер мм-трейн-01 если внимательно порыться в файлах игры то вы сможете там обнаружить модель которая называется мм-трейн-01 так вот эта модель отвечала за водителя метро в окончательной версии игры его нет на ранних этапах разработки и в этой версии он все-таки присутствовал графики rockstar north если вы пользовались метро в gta 4 и были довольно внимательны то наверняка видели на дверях хоть и смазанный но относительно различимый синий логотип компании rockstar north вы бы икс завербован фбр в одной из миссий у плейбоя есть бинокль если внимательно на него посмотреть то можно увидеть что на этом бинокле есть логотип внутриигрового аналога фбр скорее всего это просто не дочет со стороны разработчиков и использование одной модели бинокля для всей игры кабаре перестройка в этой версии игры легендарная кабаре перестройка что находится в близи брайтон бич называлась русская клуб то бишь имела название именно на русском языке однако перевод был неправильным и на следующих этапах разработки он был удален робин робин это вырезанный автомобиль из дополнения дебеллотов гейтоне однако его технические параметры можно найти в файлах игры возможно он напоминает реальную модель робин из реальной жизни который сам по себе является небольшим трехколесным автомобилем производимым в англии r bulk 3 в дополнение баллада гейтоне была еще одна миссия для булгарина которая должна была стать третьей по счету у него и стоять перед миссией в перекрестье неизвестно почему она была вырезан месте финальной версии игры обозначается цифрами есть первая вторая и четвертая однако третье отсутствует альтернативный финал дополнение баллада гейтоне заканчивается миссии the patch time по итогу которой луис на борту самолета убивает антагониста рэя булгарина после чего самолет взрывается луис приземляется на парашюте в парке и случается happy end но есть один слух что на этапе разработки задумывался абсолютно другой вариант убийства булгарина он должен был провести встречу со своей свитой в аэропорту которую бы прервал луис что привело бы к перестрелке после этого булгарин должен был бы скрыться на автомобиле хантли спорт с колонной машин а игрок должен был бы преследовать его бета-версия корнер-кидз миссию корнер-кидз из дополнения баллады о гейтоне можно вкратце описать так лучшие друзья луиса армандо энрике предлагают луису встретиться с наркоторговцем им удается убедить друга и они едут навстречу однако появляются копы наркоторговец сбегает а трем друзьям приходится воевать со множеством копов и под конец сбить полицейский вертолет конечно же как вы поняли ранее был и другой вариант миссии когда приезжают полицейские луису приходится звонить тони чтобы тот помог ему после чего тони приходится спасать армандо энрике и луиса на вертолете вампир вампир это частично подтвержденный миф который заключается в том что в либерти сити обитает девушка вампир как оказалось прозвище последний рейвен вамп элеван обнаружить ее профиль можно на сайте майрум где данная барышня во всех подробностях описывает процесс своего перерождения также весьма нездоровые эксперименты со второй половинкой как она пишет ее настоящее имя оливия она предпочитает использовать свои зубы в качестве оружия нападения а еще она очень любит гробы профили оливии есть антихристовые кресты что напоминают о темных практиках дракул кроме того есть основания предполагать что она является членом культа эпсалон почему данный миф стоит считать лишь частично подтвержденным дело в том что данная анкета больше напоминает профиль обыкновенной 14-летней аниме тяночки которая просто жаждет найти путь для самовыражения и никак не связано с различными мистическими явлениями ну что ж мы разобрали айсберг по этой замечательной игре ах да если ты вдруг еще не смотрел предыдущую часть то можешь прямо сейчас найти ее по подсказке выше или по ссылке в описании вам я предлагаю отписаться и поставить дизлайк а также перейти на мой донейшн алерт и подписаться на мой телеграм-канал адьос